Кадры говорят сами за себя. Центр города почти безлюдно. Но, как оказалось, это только видимость самоизоляции. Горожане продолжают активно общаться и ходить друг к другу в гости, несмотря на строгий запрещающий режим. В Солилецке появились четыре новых очага распространения инфекции с непонимаемыми контактами. Это говорит о том, что первое время карантина люди перемещались и контактировали с зараженными. По-прежнему горожанам можно покидать дома только в случае острой необходимости дойти до ближайшего магазина или аптеки. Местные жители говорят, что передвижение по городу возможны только по спецпропускам. Сейчас на данный момент у меня там семья находится. Вообще эти меры ужесточили. Вот только что недавно звонила маме. Мне мама сказала, она идет за пропуском только для того, чтобы передвигаться по городу. То есть даже в аптеку, в магазин буквально просто сходить невозможно. Нужно иметь пропуск. Зато выехать из Солилецка может почти любой, утверждают люди. Солилечане делятся схемой обходов постов ГИБДД. Перед Солилецком нас остановили, проверили документы, спросили, куда мы следуем. Мы сказали, что из Ублака в Оренбург следуем. А уже после этого поста, собственно, можно было свернуть и в Солилецк, поехать по центральной дороге и вот по этим боковым. Спросили один раз, на слава поверили, куда мы едем и все. Жители Солилецка свободно оставляют машину на трассе и пешком. Из Солилецка можно выйти, сесть на машину и сказать, что ты следуешь из Ублака, хотя выехал из Солилецка. Не останавливают людей и штрафы. По данным УМВД, за нахождение на улице без уважительной причины в период действия повышенной готовности предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей. За повторное нарушение возможно заключение по стражу на несколько суток. Ольга Энгельс, Владимир Зволинский, Новости дня.